Привет, Тимофей. Это видеоанализ голоса. Первый этап, третий урок. Да, вроде бы. Здарова, первое упражнение. Что там? От соль большой к ля малый. Соль. 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 Молодец. Уже довольно-таки аккуратно это делаешь. Не так форсируешь, как раньше. Единственное, что сомневаешься, задерживаешься на этих нотах. Соль. Думаешь, как попасть. Иногда надо без фортепиано, чтобы четко. Соль. 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 Сейчас ты откровенно гнусавил. Пел лениво. У тебя вот мягкое небо все-таки опустилось, как ни крути. Как ты не старался. Думал ли ты об этом, я не знаю. Но сейчас вот была конкретно гнусавость. Ленивое пение. Соль. 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 Не поднимая гортань, уже сить тяжело. А тут дело больше в смыкании. Если бы ты сомкнул более уверенно, то тебе бы не надо было думать о гортане. Она бы сама стала как надо. Вот. Ты делаешь как бы... стремишься вот за нотой, да, вот вверх как бы стремишься. Соль. И получается такой звук. А тебе нужно, наоборот, ее удерживать в себе как будто. То есть, ощущать затылок, на затылок голос подавать и плотно, плотный смык. Соль. Соль. И все. Соль. А там уже думать, конечно, о том, чтобы мягкое небо поднять, чтобы удержать гортань на месте или же опустить немножко. Почему-то. Соль. Ну, фортепиано у тебя, конечно. Соль. Ну, ладно. Так, если криком, если громче, то можно. Громче, то можно, но не распускать. Понимаешь, распускать звук нельзя в любом случае. Если ты распускаешь, ты себе... ну, повредишь просто. Утомишь быстрее свой голосовой аппарат. Вот это вот... Соль. Утомляет это. Соль. Вот сейчас именно на... на ми. Соль. Как-то в... Эта гнусавость, она вроде бы есть, но она в хорошем смысле есть. Да, но что ты подразумеваешь под хорошим смыслом? Понимаешь, тебе, возможно, удобно. Так, вот ты соль взял, у тебя вроде как-то голос не устает. Да, он может не уставать от этого, если попадешь правильно в носоглотку, у тебя нос будет отвечать. Раковины носовые. Как бы это же тоже резонатор. Но просто что ты теряешь, все равно тембр, при этом ротоглоточный тембр теряешь. Более важный. Наша задача все-таки, как ни крути, послать звук в рот. То есть то, что тебе удобно, это не критерий правильности. Да, это может быть удобно. Некоторые поют именно в... вот немножко с таким... с носовым оттенком. И им легче, как будто вот легче так петь. Да, можно всю жизнь и так пропеть. Но ты теряешь просто тембр ротоглоточный. Объемный тембр теряешь. Вот этот низкую певческую формату теряешь. Так что, ну, не обманывайся. Не смотри на то, что тебе вот вроде как удобно. Удобно много чего может быть. Просто не только в этом. Не только в комфорте. Все-таки еще и в красоте, в объеме голоса. Как-то оно метальнее получается. Но почему-то я только вот... Ну, только что оно получилось, а обычно не получается. Специально размножил, чтобы ты обратил внимание, вот, ну, какой-то звук. Да, возможно, тебе удобно его брать. Не могу. Ну, короче говоря, возможно, тебе удобно. И вот его было взять. Но это еще не критерий правильной техники. Ты слышишь, как это звучит? То есть, немножко урезан тембр. То есть, не слышно высокой певческой форматы. И объема мало. Вот сейчас тоже. Немножко получилось. Ты рекомендируешь, правильно ли это. Смотри, обычно нуждаются вот в таком гнусавом тембре те, кто посылает звук именно вот в купол, как говорят. То есть, там, где наша носоглотка. Вот они нуждаются в этом, наоборот, еще в утрированном открытии носоглотки, чтобы хотя бы она заработала, отрезонировала. Но вообще правильно нам звук посылать не в носоглотку, не на купол это, да? То есть, не на мягкое небо, а на твердое небо. И тогда у тебя выбора не будет. Ты тогда будешь вынужден максимально поднять мягкое небо, чтобы закрыть носоглотку, понимаешь? Вот если ты сосредоточишься на том, что звук надо послать на затылок и на твердое небо, то тогда ты будешь вынужден хорошенько поднять мягкое небо. СООЛ 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 Это Ре уже. СООЛ Вот так как ты брал эту Ре, я примерно 10 лет назад брал До. Так что, в принципе, небольшое различие на один тон. Учитывая, что мне 34, да, а тебе сколько там? Это До. Так. Не. До Беру на Ре не могу перейти. Возможно, это из-за того, что не связками До Беру. Не, не, не получается, не лезет. Но если ты попробуешь строго вот эту Ре брать на большом объеме, да, как в вертикальном, так и на горизонтальном объеме твоей ротоглотке, вот Ре, До, Ре, До, Ре, Э, 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 берешь вот так, так, что у тебя именно сталью отбивается звук от затылка идет исключительно на рот, да, не давать носу ничего, то тогда, может быть, получится и дошечка. Вот, Ре, До, До, Си, До, Си. То есть я не делаю До, До, Зи. Если вот я носоглоткой пытаюсь или что-то туда направить пытаюсь, то тогда у меня может и не сомкнуться. Вот слышно, что ты стараешься беречь себя, это правильно, стараешься не форсировать, это правильно, но не тем путем, ну, то есть неправильным путем ты пытаешься не форсировать. Ты это делаешь за счет гнусавого звука, вот ты делаешь До, Фа, Соль, До, ну, так вот вроде звоночек такой чувствуешь у себя здесь, и получается вроде как бы негромко поешь, но звонок есть, как будто тебе кажется, что все совместил, все, что надо. Но это не тот звоночек, который нужен. Это у тебя идет тысяча герц, у нас оглоточная форманта, группа обертонов. Это не две тысячи, не три тысячи герц, то есть это не высокопевческие, не обертонные группы высокой певческой форманты. Вот, так что это напевание не годится, то есть тут не надо именно А тут надо твердо, твердо тогда попробовать хотя бы твердой атакой. до, 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 фа, до, фа, соль, до. И если есть сомнения, то есть правильно ли ты посылаешь звук в рот именно, или все-таки что-то идет в нос, ты можешь просто закрыть нос пальцами и проверить. У тебя тогда, если ты правильно посылаешь звук, тогда тембр не изменится. Если у тебя хоть часть какая-то попадает в носоглотку, при закрытии пальцами носа у тебя поменяется тембр, и тогда это будет, тогда ты поймешь, значит, что делаешь что-то не то, значит, нужно искать именно посыл звука в ротоглотку, в ротовую полость, то есть закрываешь, открываешь нос и ищешь такой способ, чтобы у тебя звук не попадал в нос. Сейчас поменял способ смекать. Вот это вот, когда я вот перехожу на вот на, что это, ля, ля, бе, бе, диез, ля диез, так вот, и только что был какой-то такой там, какой-нибудь, я не знаю, как это назвать, вот это потому, что я изначально не попал в резонаторы, вот, пытаюсь в них попасть. У меня такое часто бывает, вот. Да, это можно понять, это же связано, у нас же все взаимосвязано. Не попадание в резонаторы, это значит не только, что звук не отразился нужным образом, да, и не пошел в резонаторы, это значит, что, соответственно, и голосовые связки ты замкнул не так, да, то есть образовал уже не те нужные группы обертонов, и получается, возможно, образовались не только, знаешь, есть гармонические и негармонические обертоны. Так вот, когда мы неправильно смыкаем связки, криво как-то, асимметрично, у нас образуются негармонические обертоны, то есть, которые диссонируют, которые, как бы, делают наш тембр фальшивым, и, соответственно, они же и не резонируют у нас в резонаторах, получается, то есть, нам кажется, мы не попали в резонаторы, а просто образовался не тот звук изначально на связках, вот, так что тут нужно еще думать о том, чтобы правильно сомкнуть связки, чтобы их правильно сомкнуть, у нас есть три способа, потом об этом скажу еще. Я не помню, какой ноте нужно подниматься. Вот смотри, мы делаем вот эту пришлось об этом задумываться. То есть это значит, что тебе нужно взять У четко, именно как гласную У. Не как гласную О, не как гласную А. А конкретно сказать У. Ну, ну. Потом уже О вывести на О, чтобы почувствовать ротоглотку. И уже О. А на А уже, что нам А дает, мы чувствуем высокопевческую форманту, потому что наш корень языка сдвигается ближе к задней стенке нашей ротоглотки, то есть ближе к затылку корень языка сдвигается, и уже сужает вот это пространство в глотке. И за счет, благодаря этому мы, наша гласная А фокусируется, то есть звук на этой гласной фокусируется и становится более резким и собранным. Вот, короче, я брал. Вот, кстати, хороший пример того, что ты на гласной А сейчас вот распустил звук, то есть не позаботился о том, чтобы корень языка сдвинуть в сторону затылка и сузить немножко вот эту часть глотки, вот эту часть там, где между задней части глотки и корнем языка. Вот это место нужно было Тогда бы звук собрался, сфокусировался, скомпрессировался. Было бы звонче и не был бы таким распущенным. То есть вот это... Вот это... Такая должна быть, да? А не... Не такая... А... Ну я специально так утрированного показываю. Но вот, чтобы ты понял. Да, конечно, не так поджато это делать надо. Но я специально это показал, чтобы понятно было. А-а-а-а-а-а, такая вот. Вот язык ты туда направил. То есть не вниз корень языка опустил, а язык сдвинул просто в сторону затылка. Просто туда сдвинул. И у тебя звук-то да. Он преодолевает вот это препятствие. И именно объем твоей ротоглотки становится нужным для резонирования. Именно приобретает оптимальные акустические свойства. Твоя ротоглотка в таком случае. Но-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-оо. Но-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Почему у меня нервная нота не звенит вообще? Потому что изначально верхнюю неправильно берёшь. Опять же, берёшь вот этим вот началом своей носоглотки. Вот у тебя идёт ну-о-о, и потом, ну что там будет звенеть? Если бы ты изначально взял у вот глубоко, так именно, как нужно, именно ну-о-о, но при этом не послал в но, что ну-о-о, да, не сузил тембр, а именно ну-о-о, послал в твёрдое нёбо и на устье рта, если бы изначально вот верхнюю эту послал, то тогда вот, пойдя вниз, у тебя бы остался тот, ну, конечно, при условии, что ты бы оставил его, у тебя бы остался нужный объём, остался вот. Ну-о-о, и пошёл ты такой вниз, о-о-о-о, и вот этот нужный объём тогда способен отрезонировать на те абертоны, которые уже образуются на связках, именно на нижние ноты. Ну-о-о-о, вот потому что объём нужный, большой объём, и он способен уже тогда резонировать, вот этот объём, объём ротоглотки. А так, если ты берёшь, ну-о-о, заужено, у тебя, соответственно, объём ротоглотки маленький, а это компенсируется объёмом носоглотки. Если у тебя вверху ты звон чувствуешь, то внизу уже можешь не почувствовать, потому что нижний, нижний, он уже так не будет звенеть в носоглотке твоей. Ну, конечно, при должном опыте можно и низ отрезонировать в этом, в носоглотке, но в любом случае к этому стремиться не нужно. Нужно полностью избавляться от носоглотки. Хотя если я сейчас его возьму одиночную, то она будет звенеть. Не знаю почему. Сейчас получилось немножко. Это ми уже. Обрати внимание, у тебя сейчас вот на н-о-о, у тебя задралась гортань твоя, это значит, что и объём ротоглотки уменьшился, а потом ты, когда пошёл на низ, который для тебя уже довольно-таки предельный, Ну вот этот вот Ты чувствуешь, что тебе его взять сложно, да, очень максимально сложно И ты был вынужден, заметь, опустить хорошо гортань Если бы ты изначально ее опустил хорошо именно на этой ну Вот, ну, дал бы объем вот этот Ну, то, пойдя на низ, может быть, тебе было проще, во-первых, взять эту низкую ноту Но это не самое главное, может, ты, может быть, ее и не взял бы, конечно Это все-таки зависит еще от строения связок Но в любом случае бы вот эта сама ну, первая, верхняя Она была бы более объемная и стабильнее была бы Она бы не была гнусавой, не был бы такой зауженный тембр А был бы объем Но если бы ты изначально позаботился о том, чтобы Ударился Чтобы гортань все-таки у тебя приняла нужное положение Ты как бас, да, или как бас-баритон Ты вынужден в любом случае всегда держать гортань Именно при пении всегда ниже ее естественного положения Ты не тенор, не сопрано Вот, то есть гортань у тебя всегда ниже при пении Ее никак нельзя взять и выше сделать при пении Чем ее обычное положение покоя То есть если у тебя положение покоя одно То когда ты поешь, гортань у тебя в любом случае Всегда должна опускаться Так как ты бас, бас-баритон, баритон В любом случае вот такого типа голоса Гортань приобретает положение пониженное А уже насколько пониженное Здесь нужно подбирать по ощущениям Вот сейчас звенело А когда беру еще соль Еще кварту, да, это кварту Еще кварту когда беру, то не звенит Савака Но до уже не буду даже пробовать Мажорная гамма Это проблема огромная Просто для меня У меня просто голос летает Я не знаю почему Возможно тебе как-то эмоционально Надо ее прочувствовать Типа вот знаешь как бы Какими-то именно отрезками Прочувствовать вот характер Мажорной гаммы Ну куда, вот куда я полетел Вот интересно А минорно, что у тебя нормально идет? Минорный лад Без пианино никак вообще Вот ты берешь сначала плотненько А потом эта плотность у тебя уходит Уходит, уходит Облегчаешь звук Теряешь опору Чем выше, да, тем больше сомневаешься Как будто в своем диапазоне Вот делаешь вот это Вот это и все Расслабился А вот эту плотность, которую ты начинаешь Не оставляй вверху Это не значит, что пой громко И на большом напряжении Не, не надо напряжения Сделай умеренное напряжение Но сохраняй его на всем диапазоне Все, это не громко Но и форсаза же нет Зато нет прорыва воздуха Через голосовые связки Сейчас вроде мажор получился Я особо не обратил внимания Ну это уже, я не знаю Это ложные, наверное, связки Не сказал бы Слышно, как будто своим голосом Хорошо так взял Как-то просто, видимо Тебе имитировать фортепиано Легко Легче, чем если самому пытаться взять Короче, вот Знаешь, вот такое понятие Пей, как бы Пой, в смысле Пой на удивлении, да Вот такая удивленная позиция Подразумевает напряжение Но не зажатие Вот ты взял Мо Ты не берешь Мо Мо Не так берешь Мо Вот ты это взял Это значит у тебя Гортань опустилась Звук послал на затылок И на твердое небо Отраженный звук от затылка Мо И вот в этом состоянии Продолжаешь петь Мо И чем выше, тем больше ты еще язык двигаешь в сторону В задней части глотки Чтобы тебе проще было удержать напор воздушный То есть чем выше, да Тем ты больше делаешь импеданс И делаешь, делаешь Мо Это не Столб воздушный Именно давление подсвязочное Не увеличиваешь Вот как он начал Мо Все Выше идешь Не надо больше Тебе надо дальше заботиться О Уже О объемах Именно в этой В В На основной трубке В ротоглотке В ротовой полости Как у тебя челюсть нижняя работает Об этом нужно заботиться А воздушный столб Не меняй Мо Вот и все И вот Столб Вот это давление Подсвязочное Осталось такое же Но почему-то громкость увеличится Это именно потому Что ты Научишься управлять Объемами Своей На основной трубке То есть вот этих Систем Системой Резонаторных полостей В голове Ротоглоткой Ротовой полостью Закрытием Закрывать Носоглотку Научишься Языком Менять Объем И форму Глотки Язык приближаешь Вот чем выше 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 идешь Язык постепенно Приближаешь К этой Задней части Глотки И тоже Таким образом Делаешь Из глотки Такой рупор То есть Мало того Что у тебя На уровне Гортани Идет Сужение Да Да Ёлы-палы Кофе Осталось На связках Пил кофе И мусора Выпил Вот сейчас Вот эти лаги Вот такие Может сейчас Так получилось Но ты взял Вдох Во время упражнения Этого делать Не надо Чтобы не нарушать Изначальную позицию Манеру Певческую позицию Чтобы не сбивать Вот ты взял Вот Мо Вдыхание Взял Да И все И пошел Мо И все Никаких вдохов Не делаешь Для того Чтобы Поддерживать Стабильность И анализировать Ощущения Именно От Этого Воздушного столба Который ты удерживаешь Ты должен научиться Поддерживать Постоянство В своего Воздушного столба Постоянство Давления Подсвязочного Да И уже К этому давлению Адаптировать Плотность Смыкания Объем Ротоглотки Форму Ротоглотки Форму Ротовой полости Адаптировать Именно К этому Изначальному Воздушному Столбу К этому Подсвязочному Давлению То есть Смотри Во время пения Конечно Желательно Все Все иметь Постоянным Да Ну то есть Не только Посадочный столб Но и Но и Форму Всех Резонаторных Полостей Но учитывая Что ты учишься Пению Да Твоей задачей Является Хотя бы Постоянство Воздушного Столба А все Остальное Над всем Остальным Ты можешь Как бы Работать В процессе Упражнения Так вот Чтобы это Постоянство Воздушного Столба Поддерживать Конечно же Нельзя Брать вдох Во время Упражнения Так и Последние Там Терция Соль Сире Соль Ну начинается Все таки Нельзя Вот так Облегчать Вот ты Наверх Идешь Соль Идешь И как бы Хочешь Немножечко Послать В нос Да И мало Того Ты еще Звук Ты воздух Не звук Ты воздух Пропускаешь Между связками То есть Ты теряешь Коэффициент Полезного Действия Вместо того Чтобы не пропустить Лишнего Воздуха Вместо того Чтобы Удержать Диафрагму На позиции Вдоха Соль Чтобы вот То есть Воздух Оставил А звук Выпустил Это значит Что воздуха Минимум Прошло И раздражило Твои Голосовые Связки Вот это Было бы Правильно Вместо Этого Ты делаешь Соль Пропускаешь Мягенько Как будто Все время На такой На Придыхательной Атаке Поешь И из-за И из-за Этого Получается Во-первых Сиплый Звук Во-вторых Ты теряешь Очень много Воздуха Нуждаешься Во вдохе Часто И И вот Нет Этой Плотности Смыка И от Этого Нет Нет Как сказать Полноценной Работы Голосовых Связок То есть Воздух Не раздражает Их Они У тебя Не образуются Нужные Обертоны Соль Только Вот эти Первые Обертоны То есть Основной Звук И Несколько Первых Обертонов Образуются И все Дальше Вот эти Обертоны Высокопевческой Форманты Они у тебя Не образуются И затем Когда уже Звук Идет Дальше Выше Да Над связками Попадает Уже В глотку Нечему То есть Нечему Отразиться Нечему Усилиться В этих Резонаторах В Наставной Трубке Уже Нечему Усилиться Потому что Обертоны Изначально Не созданы На голосовых Связках Чтобы они Создались Нужен Плотный Смык Форсажа Не должно Быть Но нужен Плотный Смык Можно же И тихо Носмык Словить Вот эту Сталь Они Носовой Тоже Может Тебя Обманывать Тебе Кажется Вроде Звонок Есть Такой Зауженный Но из-за Этого Ты потеряешь Группу Обертонов Высокопевческой Форманты 2500 герц То есть Ты Заменяешь Эту Высокопевческую Форманту 2500 герц На 1000 герц На форманту Назальной Полости Носоглотки 2500 Заменяешь На 1000 Да И эта 1000 Да Она тоже Нужна Она Как бы В нашем Тембре Есть Она Красивая По-своему Но при условии Если Высокопевческая Форманта Громче Ее Тогда Она Красоту Придаёт Это 1000 Герц Она Объём Придаёт Но без Высокопевческой Форманты Голос Серяет Полётность Поэтому Вывод Какой Какие Что нужно Предпринять Себе Первую Ноту Берёшь Уверенно Сол Что там Сол Вот и взял Громко Не громко Соль Но уверенно Не так Соль Соль Не Не на Придыхайся На атаке А уверенно Почти что на Твёрдой атаке Лучше конечно Мягкая атака Соль Вот и взял И ничего Не меняешь Не меняешь Плотность Смыка Не меняешь Этот Воздушный столб Не меняешь Вот это давление Не давишь Воздухом Нет Наоборот Воздух Удерживаешь На уровне Диафрагмы Вдохнувший То есть Диафрагма У тебя пониженная Внизу И ты Ее удерживаешь Там внизу И воздух Не выпускаешь Что там Соль И так Жаль И ездишь Голосом Именно По всему Диапазону Вот с этим С этой Сталью С этим Звоном И с постоянством И с постоянством Громкости И с постоянством Объема Твоих Резонаторных Полостей Головы Соль Конечно Еще Хорошо Добавить Вибрато Где-то Не где-то А почти Везде Это тоже Нужно Прочувствовать Что такое Вибрато До не работает До не работает Не как она Соль Это уже До До Ре Соль Это Ре Ре Выше уже не пойду Начал Облегченно И потом Вверх пошел И все И получается То есть смотри Ты начал Без импеданса Да И как бы В среднем Теапазоне Можно и без Импеданса Ну то есть Ну Это легко Сейчас А потом Когда наверх Пошел Уже идет Напряжение Большое Идет Высокий Звук Связком Нужен Импеданс То есть Акустическое Сопротивление Сверху А ты без Него Начал Средний Диапазон Пошел Наверх Все Его нет Этого Импеданса И уже Ты почувствовал Что это Тяжело Если Ты Изначально С Импедансом С напряжением Начал Вот В середину создал именно нужный объем, большой объем над связками, создал бы объем, который способен сопротивляться нижнему вот этому уже воздушному давлению, то есть вот это акустическое надсвязочное давление, хоть немножко, если оно будет сопротивляться воздушному подсвязочному давлению, тебе легче будет взять верх, вот этот объем, он способен тогда удержать связки на месте, их тогда, они не задираются от этого давления, которое под ними. Я эти клавиши нажимаю, хотя могу и без них. Соль. 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 Ми. Соль. Ми. Вот ми хорошо звенит. Ми. Соль. 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 О. Откуда я там, я никуда не попадаюсь. А потому что гортань скачет, тебе кажется, что ми звенит, да, ты берешь соль. Но все равно ты недостаточно опустил гортань, ты просто на расслабоне взял соль. А когда пошел уже вверх, там идет напряжение, а гортань у тебя неустойчива, она уже вынуждена понижаться, но это сбивает стабильность голоса, и ты не попадаешь. То есть твоя задача, понимаешь, что ты должен изначально эту ми взять, как будто тебе неудобно. То есть как будто ты наверху берешь. То есть то, что ты ее взял напивающе, это одно дело. Но ты должен по-другому брать так, чтобы подготовиться к верху. Ты ее уже взять должен, как будто ты наверху. Соль. Вот ты взял, у тебя есть напряжение. Диафрагма у тебя внизу не выпускает воздух. И тогда вверх у тебя получится. Соль. Вот ты взял. И тогда будет эта резонация. Будет звонок, потому что ты этот звонок перенесешь снизу наверх. Ну, а если ты взял без напряжения, без усилий, да, а как бы, ну, потому что у тебя, потому что она просто берется. Соль. Соль. Вот ты взял. И все, и глухота вверху. Потому что положительного переноса никакого. Потому что нечего переносить. То есть снизу наверх ты не перенос на напряжение. Ты напряжение создал только вверху. И оно сбило всю твою манеру. Вот это напряжение, которое у тебя образовалось спонтанно. Соль. И вверху ты уже посоздаешь напряжение, которое сбивает полностью работу механизм. Биомеханизм голосообразования. А если бы ты изначально начал с напряжением, вот как будто тебе уже неудобно. И ты соль, вот ты взял. Удерживаешь диафрагму, удерживаешь объем глотки, удерживаешь челюсть. Анализируешь, ощущаешь, именно осознаешь направление голоса на затылок. Осознаешь отражение абертонов на твердое небо. Вот тебе как будто бы уже неудобно. И вот с этим неудобством соль ты не боишься тогда пойти наверх. Потому что ты уже вроде как в неудобном положении. И вот с этим ты переходишь наверх. И оказывается тогда, что ничего не меняется. Ничего тебе не мешает взять звук. Потому что ты изначально взял как будто наверху. То есть надо так. Это я говорю, как надо. Соль, вот как будто ты наверху. У тебя уже должна закрыться вход в носоглотку. У тебя должен приобрести нужный объем твоя ротоглотка. Этот язычок направится. Вот этот маленький небный язычок должен направиться в сторону затылка. Закрыть этот вход. Вход в носоглотку. Вот эту дырочку, которая вверху глотки. Этот язычок наклоняется. То есть заворачивается. И закрывает вход в носоглотку. Создает именно условия обтекаемые. Верхняя часть глотки обтекаемая. И группы высоких обертонов тогда способны отразиться. Пойти на твердое небо. Пойти на корни верхних зубов. И выйти через устье рта полноценным звуком. С хорошим тембром. А в нос попадет только вибрации, прошедшие через твердое небо. Понимаешь? То есть не свободный звук по воздуху пройдет в носоглотку. А именно вибрации, прошедшие через твердое небо. И тогда вот этот носовой резонатор тоже приобретет свое нужное значение. Он не будет выпирать. Он не будет слишком громким. Он просто даст именно частичку, свою лепту вложит в твой тембр. Соль. 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 Ре тоже звенит. Ро. Соль. Не хватает силы на ре. Внизу, когда спускаюсь, уже. Соль. Не. До уже все. Соль. Соль. И. Не. До уже не. Вообще до не идет. Вообще. До. Ну с возрастом может пойти. До. Си. Си. Ну ты слышишь, я еще делаю через вдох такой, чтобы расслабить, а потом активизировать. И можно понять, что у тебя, когда ты после упражнения, когда возвращаешься, уже у тебя не берется. Потому что у меня, в принципе, на таких, как Си бемоль, тоже уже не возьмется. Именно в конце упражнения. Си. Что там? До. Ну пока еще берется. А вот если ниже взять. До. Соль. Вот уже хуже взялось, да, после упражнения. Хотя в начале. До. То есть в начале, после вдоха расслабляющего нормально сомкнулось. Это связано вот с нашим зажатием, с работой нервной системы. И в принципе, это тоже можно использовать в хоре, конечно. В сольном пене не получится. А в хоре, зная такие приемчики, можно вовремя вдохнуть, да, чтобы взять низочек. Вдохнуть, выдохнуть, вдохнуть и взять, цепануть.